Доброе упорядкование населенных пунктов, взнос старых непридатных сбудований, замена лифтов. Сегодня отбылась пятая сессия Гомельского областного совета депутатов 28-го скликания, на какой были подведены выники селетней работы депутатского корпуса, так само вызначена бюджетная политика на 2019 год. Марина Джалая с подробностями. Для областного совета депутатов 2018 год особливый и вельми значный. У таким составе депутатский корпус працует всего 9 месяцев, а ли навод за гэты непротяглый термин отрывалась вырешить шмат поставленных задач и вызначить основные направки на будущий год. Проанализовали на сессии и эффективность супрацовництва депутатов разных узронев с органами улады, важный направок деяности селета, доброе упорядкование и наведение парадку у населенных пунктах. Важным элементом благоустройства наведения порядка на земле является снос ветхих и пустующих домов. В этом году мы очень хорошо поработали. 2,5 тысячи таких домов было снесено и около 3 тысяч гектаров земли было вовлечено в оборот. Что тычется бюджету на 2019 год, то он сбалансованный по всех крыницах финансования. По доходах и расходах прирасте на 8%. Доходы на 65% будут складаться с уластных сродков, по основным податков и на 35% с республиканских дотаций. Расходная частка бюджету складе в наступном годе 2,8 миллиарда рублев и заховая социальную накерованность. На финансованиях этой сферы поди 65% однозванной суммы. Сохраняя тема сельского хозяйства, поддержки, капитальных вложений, наш социальный блок, кроме всего прочего, наполнен еще серьезной тематикой, связанной с чернобыльской программой. Расходы серьезно прирастают на выплату льгот, пенсий и питание детей, которые учатся в учреждениях, расположенных на загрязненных территориях. Идем уверенно. В наступном годе плануются скрыстаться пазыковым ресурсом на финансование одного из направленных расходов. Додатковые гроши, потребные для поскоренной замены лифтов. Необходная сумма 14 миллионов рублей. Агаренко-27, это один с дому, где иди замена лифта. Необходное обстановление смонтировано, выпробование пройдено. Засталося отримать пашпорт. И уже завтра же хоры подъезда смогут скрыстаться новым пригожим лифтом. Каб заменить лифт, потребно два месяца. Гэта по нормативных документах. Частей за усе рабочие справляются за полтора. Зараз у домах ставить минавито такие лифты. Больше просторные и бесшумные. Какие изменения в оборудовании произошли, лифтовых кабин? Я вот вижу, что он вроде бы шире, да, и вот камера есть. На данный момент устанавливаются лифты с более широким проемом. То есть сейчас проем стал 700, для того, чтобы жильцы с колясочками, мамы молодые, могли спокойно коляски закатывать и выкатывать с кабины не мешать. Также установлено видеонаблюдение в кабине. Видеонаблюдение, оно устанавливается во всех новых кабинах? Да, видеонаблюдение сейчас идет во всех новых кабинах лифта. Это с завода Могилев-Лифмаш. То есть приходит оно. По-моему, он стал ездить тише, работать, да? Да, лифты сейчас с частотным преобразователем установлены. Они более тихие, экономичные. То есть они еще и энергосберегающие, да? Да, совершенно верно. И соседям тише, да? Кто особенно живет на первых этажах, они не будут, наверное, слышать работу лифта. Ну, практически, да. Работа лифта стала намного тише. На прикладу, у Гомеля до конца года заменять 223 лифты. Это больше, как в четыре раза, перевышая летошнюю личбу. В наступные два года заменять еще каля полтысячи лифтов, которые отработали 400 года. На один лифт разом с монтажом и расходными материалами тратится свыше 40 тысяч рублей. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова